всем привет сегодня 3 марта 2022 года и тема сегодняшнего выпуска что происходит на рынке недвижимости у меня сегодня в гостях паша репин это риэлтор соответственно он сейчас будет отвечать на мои вопросы мы постараемся максимально емко быстро работы много да короче говоря паш мы пережили какой-то невероятный рост недвижимости непонятные чем обоснованы но тем не менее все сметали и сейчас мы подошли к некой точке вот случилось то что случилось вот мы с тобой общались в течение всего этого времени несколько несколько раз и ты каждый раз там значит был немножко в шоке ну вот наконец собрался поделись что конкретно сейчас происходит на рынке на то что ставку ипотечную подняли мы это уже знаем что сейчас происходит но потом поговорим что будет происходить то что сейчас происходит лучше всего отражено на моем лице моем внешнем виде мне некогда даже постричься съездить я ночами заполняю там заявки потому что банки официально говорят что в кабинете у тебя написано что 2 до 27 марта они официально если не успеете до 5 то идете лесом и мы каждый день как на пороховой бочке причем утром одна информация к вечеру другая зима на 3 я правильно тебя услышал что сейчас на рынке недвижимости среди покупателей ажиотаж огонь и ажиотаж то есть народ побежал покупать недвижку вкладывать деньги мы все слышали про то что сняли там 111 миллиардов причем эта информация там двух дней давности я сам после этого снимал пополнял эту копилку кэша вот поэтому да народ снял деньги да народ видит рухнувшие акции да народ по старой памяти знает что сберечь займа так много много людей побежала покупать квартиры ну я могу судить только по своему не самому большому портфелю но но ты же общаешься с коллегами я общаюсь безусловно звонков стало там раза в три наверное больше причем все это люди с которыми переговоры если на ликвидные вторички говорить ведутся в разрезе вы торгуетесь нет скажите спасибо что не повышаем но это моя личная практика переговоров последнее время причем через 10 минут после такого агрессивного на ска переговорки звонят и говорят да мы вас фонсируем вот такая история если говорить про ликвидные объекты подожди то есть сейчас стали при преобладать жилье вторичная я правильно понял или нет но но именно то которое уже построено я уже писал по поводу того что сейчас делает застройщик некоторые застройщики это ну да то есть как бы благодаря тому что ключевая оформленности господдержка в каком-то виде вроде как сохранилась а вроде как и нет то есть официально банки днем пишет продолжаем выдачу вечером ее прерывают на утро снова продолжаем ну как бы она формально существует хотя мое мнение там уже там три четыре дня спустя это будет не 6 там а где-то 10-12 процентов это уже в принципе я думаю понятно каждому вот ну следующий день вот но благодаря вот этой разнице в сознании населения которые сравнивают твою шестипроцентную ставку господдержки а по семейной ипотеке еще меньше объекты застройщика становится супер привлекательными далеко не все знают что семейная ипотека распространяется в том числе на уступки физлица поэтому застройщики особо одаренные же делают следующее поднимают там цены на свою ликвидную недвижимость там на 30 плюс процентов закрывая очереди которая до этого реализовывали по пять миллионов выставляя объекты за семь с половиной миллионов еще сужая круг поиска создавая искусственный ажиотаж и продавая очень дорого то что там завтра на мой взгляд будет стоить уже в районе 6 давай еще раз в общем номер один народ побежал просто пристраивать день просто пристраивать деньги во все что во все что во все что угодно в недвижимость будущее право требования хорошо и даже несмотря на то что сейчас ипотека уже не 6 процентов она стала 15 но мы говорим про ипотеку которая на вторичный рынок она была уже далеко не 6 даже накануне известно сейчас мы на новострой было 6 сейчас сколько нет все еще формально остается 6 но эти заявки не одобряются зарубаются потом снова говорят перезапускайте то что мы вам зарубили и вот такая чехарда идет но там я позавчера с клиентом купил известный жк на который мы с тобой делали обзор поставки 585 то есть она существует до одобрили даже переодобрить потому что банк там накосячил пришлось перезапускать прям в режиме онлайн то есть это была не старая заявка перезапущена даже официально отменили ипотеку в 6 процентов не слышал таких новостей не слышал то есть такого нету есть просто новости от банков что мы приостановили выдачу потом мы перезапустили выдачу потом а мы кстати выдаем то есть есть же банки попавшие под санкции прямые есть государственные банки последний мой кейс был когда я звонил в т.б. у меня есть а своя одобренная семейная ипотека надо на вторичке проворачивать обмен я звоню мне говорят мы приостановили я думаю ну ладно окей есть банки под санкции на есть коммерческие банки звоню в коммерческий банк мне говорят у нас ровно то же самое не пытайтесь скажи мне пожалуйста то есть вот я например решил купить квартиру сейчас пристроить свои деньги я приду мне дадут ипотеку в 6 процентов только нужно правильный банк выбрать или как не дадут не знаю не знаю ключевое у меня сейчас есть в субботу я съездил к одному застройщику посмотрел нам с моей точки зрения инвестиционный проект там ближе ближе к центру города сказал клиенту вот сейчас он стоит там 3500 я сразу в субботу приехал застройщику по телефону никто толком ничего не отвечает игры менеджером вы мне за 3500 в понедельник отдадите они говорят нет будут другие цены я говорю какие они говорят не знаю вот те ситуации на рынке в понедельник этих цен нет потому что все все еще пытаются сориентироваться в этом хаосе ко вторнику ксик вечером не отправляют и цены подняли допустим на 200 тысяч я заменю сумму клиента игры в принципе подняли не так много если мы проскочим вот этой ставке 6 процентов то плюс-минус какой-никакой не инвестиционный потенциал будем честны это уже не инвестиционный потенциал до потенциал сохранения своих денег в каком-то виде есть что мне отвечает я вчера запустил заявки в два крупных банка мне не дают решение по господдержке я бы взял сейчас вот застройщик слава богу то есть с одной стороны у нас карта открылась вот вам новая цена в новых реалях но с другой стороны у нас открывается следующая карта банк который два дня назад я говорил да берите господдержку говорит и я не знаю когда закончится что на вторичке ну если я хочу купить вторичку то кто мне дает кредит или что там нет пока ставка это 20 плюс грубо говоря там есть какие-то 18 7 на сбер вроде уже поднял то есть ну ориентир 20 для вас ставка и это грабительская ставка будем честны я солидарен там с московскими блогерами которые говорят что если эта ставка сохранится мое ощущение она все-таки заградительная такая чтобы дать и нам осмотреться подумать и решить что будет дальше вот если она в таком виде сохранится то у нас кончилась ипотека как таковая и мы переходим в эпоху когда абсолютная стоимость квартиры для тебя вообще никакой значения не имеет то есть твоя квартира например в рынке стоило 12 осталось стоит 8 но там обменная цепочка однушка и двушку осталось с той же самой доплатой там в 3 миллиона если у тебя три миллиона есть вы просто договариваться о том что это там доплата да вот и все то есть это обменная цепочка а если кто-то продает трешку она у него стоило 14 миллионов осталось стоить 10 но он также точно разъехавшись может купить себе однушку и двушку в тех же грани с доплатой стоп ну то есть значение иметь начинает иметь доплаты это уходит там в двухтысячные девяностые когда короче давай по-русски скажи уже то есть получается что сейчас ипотеки нет соответственно спрос на покупку падает спрос на покупку он еще ажиотажный потому что остаются каш до перспективе недели вторичка умирать то есть те кто сейчас пытаются пытается хайпануть на рынке вторички оказывается перед выбором максимально заработать на панике рынка и успеть продаться либо остаться у разбитого корыта и через неделю то что ты сейчас пытаешься втюхать за четыре с половиной хотя у тебя три 800 стоит через неделю не факт что ты сможешь это продать за три вот он выбор который играет каждый из риэлторов но это в условиях там непонимание что с при примет завтра там наше правительство наша банковская сфера все что угодно вот на текущий момент так ты как считаешь я сказал что господдержка моем понимании будет не 6 а где-то 12 следовательно там ставка 20 процентов уже будет не на столь разительно отличаться застройщикам придется немножко снизиться и все это уйдет в какой-то баланс где если у застройщика остается господдержка у них по-прежнему остается стимулирование там строительного сектора который является бюджет наполняющим да там не стимулирует много внутренних отраслей которые должны работать люди должны там заниматься своим делом и развивать внутренний рынок то есть у застройщика остается этот инструмент но в новых реалиях вместо разницы 6 12 между вторичкой мы получаем разницу 12-24 между господдержкой и востройками но людей у этого от этого денег больше не станет сколько таких объем на рынке будет вопрос у застройщиков будут непростые времена как и у нас всех сейчас ведут себя застройщики по разному то есть я вижу тех кто берет стратегию сегодня срубить бабла а завтра будет что будет вижу тех кто следует своим маркетинг планам немножко их корректируют но играют в долгую мы же с тобой понимаем что покупатель не дурак особенно покупатель бизнес-классе манипуляции тупейший когда квартира за 5 миллионов стала 7 с половиной он после того как шумиха уляжется распознает и там например купил у тебя эту однушку на этой шумихе а потом захочешь купить двушку возьмет он скорее всего не у тебя потому что будет понимать что я не про то то есть на рынке застройщиков сами застройщики ведут себя по-разному но цены подняли все но подняли по-разному да есть те кто на мой взгляд рубит бубло есть те кто поднял цены чтобы просто осмотреться и понять как быть дальше есть те кто более твердо там стоит на ногах чувствует какую-то уверенность своих активах и как бы и собственно говоря не поднимает не особо их опускают но не предпринимает каких-то действий которые бы отражали желание как-то воспользоваться паникой на рынке можешь хотя бы пару таких достойных ну так скажем застройщиков привести которые не пытаются срубить бобосов но я думаю что я обойдусь без имен нет а не вижу в этом смысла я еще хотел бы один момент отметить что у нас же несколько застройщиков в рамках россии вышли на и пио и еще вчера это было крутейшее преимущество потому что ты собирал деньги сегодня с людей ну с обычных людей которые покупали твои акции сегодня акции всех застройщиков также как и все акции в мире обвалились и твое присутствие на рынке ценных бумаг из твоего преимущества стало твоим слабым слабым моментом с которым фиг его знает что делать долгосрочной перспективе вот ну то что я на сегодняшний день могу сказать ну то есть дорогие друзья соответственно получается что при сейчас если все-таки вы спешите вложить деньги в недвижимость то нужно очень внимательно выбирать боюсь что вас внимательно выбирать вместо нет а застройщика строчки пока я бы наверное рекомендовал подождать спада этого ажиотажа то есть вторичка вторичка выберет свой спрос вот этот ажиотажные все пристроить свои деньги мы определимся наконец какой ставка господдержкой как она отличается от вторички от зависимости от этого корректировки ценовых аппетитов те кто сейчас просто задрал планку выше неба они уменьшатся ну то есть я правильно тебя понимаю что все-таки некоторые застройщик сейчас поднял цены просто для того чтобы поучаствовать в разделе той наличности которую снял потребитель из банков выиграть текст заработать максимум ну то есть похер что случилось как бы мое мое видение такое кому война кому материн . есть как бы более вдумчивые шаги есть тоже повышение на 15 процентов но как раз с моей точки зрения связаны с рисками это вам не вот такой вопрос ну наверное и будем завершать уже собственно вопрос вот чего касается будущего да вот сейчас такое случилось народ выгреб деньги и я не исключаю что в общем то уже практически последние и этот народ с этими деньгами условно на последние деньги ну я надеюсь что нет побежал там кто значит колбасу макароны покупать а кто квартиры но у кого на что там есть да и собственно говоря вот эти деньги сейчас потрачены вложены в квартиры в бетон да и ну вот сколько но месяц да вот ажиотажа или там две недели а потом раз и отрезала все деньги кончились ипотеки дешево нет кредита дешевого нет и что тогда случается с рынком недвижимости что происходит не приведет ли это к падению цены на квартиры вот ты говоришь сейчас квартира стоила 5 стала семь с половиной так возможно через месяц это же самая квартира будет стоить уже три ситуация с ценами у застройщика зависит от того что предпримет наше правительство в сегменте господдержка оставит ли семейную распространит ли ее на уступки физлиц а это кстати тоже большой большой как сказать слабый момент застройщика потому что если делать ставку на семейную ипотеку то физлиц это не будут так закатывать аппетиты свои до небес и они будут уступаться под семейную ипотеку с другими ценами ну я сам сейчас уступаю квартиру в том же доме где семь с половиной за пять потому что понимаю что еще вчера клиент готов был забрать 4 800 за нее а будет ли человек завтра готовы купить ее за пять вопрос вот второй момент то есть застройщики упираются в то что предпримет наш минимум в общем строительный сектор для того чтобы простимулировать отрасль вот . со вторичкой ситуация у нас какая сейчас остается покупатель с кэшем но он вымывает ассортимент ассортимента становится меньше допустим господдержка сохранилась и варианты застройщиков все еще привлекательны по и по интересным ставкам в сравнении с двадцаткой значит останутся те кто будут продавать свою вторичку чтобы переехать на настройку выставлять свою на продажу свою вторичку значит на вторичка нас происходит следующее количество покупателей сужается предложение расширяется за счет тех кто вроде перейдет на настройку господдержка еще есть количество снизилось предложение расширилось что будет ценами вторички правильно она падает вот мое мнение что еще раз говорю на вторички те кто сейчас пытаются квартиру за 4 миллиона вчера стоявшую вашей рекламе продать за 5 могут оказаться перед фактом что завтра и не продать за 3 а ну и вернемся к вопросу в глобально у нас в екатеринбурге я сейчас врать не буду на около 80 процентов были ипотечные сделки правильно застройщики все в принципе на всех своих докладах ипотечные сделки ипотечные сделки значит 80 процентов аудитории которая жила имела какие-то хорошие доходы с их точки зрения и с вот этой ставкой могла просто пристроить деньги и приобретать там какое-то имущество для себя она вымывается и и нет остаются 20 20 тех самых которые обменять однушку на двушку разъехать с трешкой двушки вот вам сокращение спроса со ста до двадцати процентов в пять раз у всех в том числе у застройщиков что с этим делать дальше большой вопрос может быть ну для меня вот света в конце этого тоннеля назовем так после истерии паники агонии и непомерных ценовых аппетитов желание заработать здесь сейчас в плане спроса я больших просветов не вижу я просто готовлюсь сложным цепочкам договоренностей со своими контрагентами ребята у вас есть классная трешка неважно сколько она стоит у нас есть трешка мы ее продаем тем кто хочет купить трешку покупаем у них двушку и там условно еще с кем-то договорились купить однушку все то есть мы возвращаемся в такую эпоху обмена как это было когда-то давно то сейчас уже про это все забыли а раньше можно было расшириться только за не возвращаемся то мы возвращаемся в эпоху когда нет дешевых денег которые ты привлекаешь покупаешь что-то укомплектованное с ремонтом сдаешь это под аренду и как бы чего-то где-то балансируешь зато у тебя не движка да там отбиваешь свой потечный платеж платеж платежом по аренде нет если твой потечь платеж раньше за квартиру при ставке 10 был 20 сейчас 40 а в аренду ты в нынешнем рынке когда население у нас не богатеют мгновенно то что сдавал за 20 за 40 не сдашь все у тебя нет просто этой возможности ты остаешься в рамках своей квартиры дай бог если у тебя там не предприятие которое по тем или иным причинам разорвало свои европейские контракты и вообще не может дать тебе работу вот здесь моменте понятно что это переструклю перестроиться понятно что мы перегруппируемся и начнем там какие-то дополнительные рабочие места давать тем кто здесь потому что то что там просто работать невозможно но на это уйдет какое-то время а люди которые там верили в светлое будущее сейчас видят что у них например надо искать работу но они не будут покупать не новостройки не вторичку они дай бог не будут продавать свою квартиру за которую раньше платили 30 тысяч и не парились а сейчас где взять эти 30 тысяч но как минимум мечтать о чем-то покупать ваши дворы холл и мопы прочую историю мы не будут а кстати что случится с коммуналкой как ты считаешь у кого-то же она очень большая а кто-то платит и и и у него там квартира стоит очень большая ты имеешь ввиду во вторичке но тоже это вот почему в новых домах мы с тобой говорим про обслуживание жилья у кого она большая это у не бить не бедных людей что с не бедными людьми если мы говорим про элитный сегмент у меня здесь чистая гипотеза да из вот этих не бедных людей сейчас есть те кто мечтали о виллах португалии и золотом паспорте и деньги у них были но как бы они понимают что вилла уже не светят они будут пристраивать это проект в центре города покупать кун там октябрьской революции еще какой-то в те места в которые земельные участки вот блин максимально близки к центру который по определению будут держать потому что их участка больше не будет ну дорожать не в абсолютной цене а с точки зрения там тех тугриков которые мы будем рассчитывать через два года назовем это тогда ну то есть мы же понимаем что рубль может быть уже не рублен вот но не тысячи рублей тысячи рублей второй вопрос что как бы ну то есть появится дополнительный спрос на дорогу недвижимость потому что вилл в португалии нет в москву не все хотят в москве там не дай бог еще какие-то волнения если вдруг какие-то внутренние расприи то это первую очередь столица принципе чего в екатеринбурге где ты привык где у тебя компактный мегаполис ты купил себе классную квартиру там сыну через 10 лет понадобится деньги вроде быстро то есть в бизнесе это будет в принципе с этим на мой взгляд связана история про пять миллионов семь с половиной она же как раз вот в том сегменте который центр города и так далее вот но второй вопрос что будут те в этом сегменте кто принял решение что он не свяживает больше свою стру судьбу с этой страной уехать куда еще можно в америку где границы-то открыты до в грузию в конце концов ну грузию о китай блестящие айтишники айти жну там блестящие айтишники до которых они будут принимать решение в принципе расстаться со своими активы в стране и пока это возможно каким-то образом выехать из страны так вот кого будет больше того кто откажется от вели в португалии и закрепится в городе или того кто скажет прощай матушка россия мне с тобой дальше не по пути и всеми правдами неправдами пока успевает будет сливать эти же активы купленные ранее по другим деньгам вопрос не могу на него ответить элитные брокеры больше меня по этому вопросу знать я с такой аудитории не так часто встречаюсь но у меня в общем последний вопрос это не то чтобы ты рассказал что нужно конкретно делать да это просто твои умозаключения твои размышления вот сняли деньги они есть но вот час побежали народ и снял да как ты считаешь вот все-таки нужно бежать прямо сейчас покупать квартиры вложить эти деньги или эти деньги лучше сейчас подержать в коробке или там не знаю там банки на депозитном счете вот это ни к чему не призывая и не не а ты же спрашиваешь как я руководство да смотри мы все видим что сейчас банки дают покупать не банки дают депозиты под 20 процентов казалось бы неси и в общем-то мне недавно звонил паренек который купил трешку за заняв денег у родителей и говорит слушай что думаешь мне надо в этой трешке ремонт делать продавать ли мне свою квартиру в березовске чтобы материал на ремонт накупить еще я типа родителям должен я ему задался два вопроса ну понятно что если бы тупо продавал чтобы купить материалов то рекомендация одна продавай сейчас пока цены не рухнули пробуй там чуть подороже продать чем раньше планирую но продавай и закупайся материалами поверх квартиру обставляю материалами потому что через две недели эти материалы будут стоить других денег если они будут в принципе эти материалы качественные Логично. А дальше долг с родителями. Он мне говорит, как бы, вот они же, я им отдам полтора миллиона, которые у них занимал, они понесут на 20%. Я говорю, слушай, ну смотри, мы с тобой не понимаем, когда вся эта истерия закончится, а ставка Центробанка 20, это все-таки попытка заградительные выставить. И допустим, сейчас есть банки, которые обещают тебе, особенно не государственные, не крупные, которые обещают тебе 23 годовых. Допустим, они, кстати, это делают почему-то на 3 месяца, на полгода, уж не знаю, как они так прозревают. Но ситуация закончилась, слава богу, мирное небо над головой, слава богу, мы как-то поняли, как существовать под железным занавесом. И Центробанк снизил ставку до 15, допустим. Как эти банки перед тобой будут обязательства, взятые на полгода по 20%? Не знаю, в лучшем случае они будут задерживать тебя с выплатами, они будут тебе реструктуризировать этот долг, какую-нибудь еще историю придумать. В худшем они накернятся, и твой банк будет ценировать, а ты свои деньги ждать. Поэтому как бы ты спроси у родителей, а им сейчас эти полтора миллиона в деньгах нужны? Если они верят в то, что их правительство способно на полгода, ну как банковская система, да, давать им эти 20 годовых, да вперед. А если они не знают, во что превратятся эти, их полтора миллиона рублей, даже через три недели, ну пытайтесь искать другие инструменты. Я про себя скажу. У меня была уступка, которую я выставлял в законский ценник на бирже переуступок. В первый день, когда вся эта чехарда началась, мне позвонили и сказали, хотим вас купить. Четыре месяца там было молчание, потому что ценник был заведомо задран. А я думаю, а что я сейчас с этим делать буду? Ну, тут я квартирку дострою, она уже, слава богу, на высокой стадии, ее точно достроят, да. Там банковская система, кризис, хедеха радить будет, застройщиков будет, которые на IPO сидят, неважно. Эту вот, ну там, до третьего квартала, дай бог, допинают. Там уже, я думаю, материал куплен по старым ценам. Вот. Я ее как-никак, примерно за тот ипотечный платеж, который по ставке старой плачу, я ее сдам. Сдам и пережду это время. Вот в этом режиме объект вроде есть, объект вроде построенный. Я плачу банку те рубли, которые мне платят за аренду. Ну, пережду, пересижу в этом состоянии. Второй вопрос. У меня же машина, я же купил себе новую машину, которая, наверное, стоя в гараже, подоржала уже раза в полтора. Только что потом я на эти в полтора раза подоржавшие могу купить. Но у меня есть старая машина. И я руководствовался тем же принципом. Я занял у родителей, мне надо отдать долг. Я на удивление, когда разместил в Инстаграме объявление, что скоро будут продавать машину, получил первый комментарий от мамы. А ты задумался, нахрен нам сейчас эти деньги? У тебя есть классная машина, десятилетняя. Но ты знаешь ее историю, ты знаешь, в каких там передрягах она бывала. Это не утопленник, ну ты в этом уверен, да? И ты сейчас что, продашь ее за 800 тысяч? А через неделю ты за миллион ничего подобного даже не купишь. Сиди, пользуйся, вторая машина на семью, семья расширяется. Сиди в этих активах и не рыпайся. У нас уже машины как актив начали рассмотреть. Ну хорошо, не актив, а в имуществе. Ну ладно, ты рассказал истории, там свои привел примеры. Это очень хорошо. Все-таки я еще раз повторю вопрос. Вот есть деньги, куча денег, ну какая-то кучка. Ну вот снял человек деньги, там 5 миллионов, грубо говоря, например. Сейчас покупать квартиру или потом? Вторичку сейчас, но адекватных людей, которые не задирают. Вторичку сейчас, но адекватных. Но если ты решаешь задачи, мы же с тобой что говорим? Если ты решаешь задачи, вот были у тебя деньги, если у тебя задача расширится. Сохранение денег. Я же не про расширение, не про приобретение, если жить негде, а вот сохранение. Не знаю, нет ответа на этот вопрос. Нет. Ну как бы те, кто верят в то, что это все закончится, те, кто любят на низких этих, ну купите акции Сбера. Ну Сбера у нас вроде там 70% американской долей, но НАТО сама себя топить не будет, наверное, ну Америка, да. Поэтому как бы акции эти когда-то откатятся. Скорее всего в быстрем и будущем. Я почему остался в недвижимости? Ну вот я, уступку, да. Я же тоже мог выйти в кэш и вложиться под 20 годовых. Я уверен, что ту квартиру, которую я сейчас продаю, 20 к цене своей не прибавит к рыночной. Но я рынок недвижимости на пульсе держу 24 на 7. Я хотя бы понимаю, что в нем происходит и как в случае чего действовать. И я понимаю, что держа его на пульсе вот так, за один день моя квартира не превратится в тыкву. Как это может быть с любыми акциями, в зависимости от любых внешнеполитических котиров. Поэтому если вы... Ты тоже веришь в формулу, что недвижка это ненадлежный актив? Нет, это уже не актив. Это инструмент сохранения денег. Особенно если ты умеешь вовремя реагировать на внешние обстоятельства и правильно им распоряжаться. Резюмирую. Ну, в общем, друзья, собственно говоря, если вы стоите перед выбором покупать, не покупать, все зависит от той ситуации, в которой вы находитесь. Ну, вот Паша привел два примера, три, четыре, даже не знаю, много примеров привел. Поэтому, если вы стоите перед такой ситуацией, ну, я не знаю, обратитесь к нему, к другому риэлтору, кому хотите там. Но мне кажется, нужен такой человек, который, ну, как-то действительно держит руку на пульсе, он как-то адекватно оценивает и может вам рассказать просто, ну, что может происходить. Не спрогнозировать, потому что сейчас ничего невозможно спрогнозировать, а, по крайней мере, свою точку зрения профессиональную высказать и выложить. Озвучить рекомендации. Озвучить рекомендации. Озвучить рекомендации. Да, и что важно, каждая ситуация, она уникальна. Безусловно. То есть нет такого, пришел, купил, то есть всем одного совета не может быть. Ну, собственно говоря, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Паша всегда отвечает на моем ютубе на комментарии, на ваши комментарии. По крайней мере, он старается это делать. Даже если там пишет застрочек, чего пока не происходит. Даже так. В общем, всем спасибо. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Если вам эта тема интересна, тогда вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Ну, собственно, все. На этом всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова